Сегодня на Авито начали перепродавать кроссовки Изи Буст 350 V2, из-за которых в субботу на улице Кузнецкий мост в Москве случилась настоящая ходынка, отдаленно напоминающая очередь за десятыми айфонами. 3000 человек столкнулись в магазины Adidas. Дело в том, что на Россию выделили всего 150 пар этих кроссовок из новой коллаборации Adidas и Kanye West. 18 ноября в Москве начали продавать эту первую партию в желтой расцветке. Покупатели определяли случайным образом с помощью мобильного приложения Randomizer. Теперь пара, купленная за 16 990, уходит на Авито за 80 тысяч. О помешательстве на кроссовках как знаке времени мы поговорим с Сиропом Махачатрианом, коллекционером рэперских кроссовок, ведущим тематического телеграм-канала Сироп. Сироп, здравствуйте. Привет. Расскажите, пожалуйста, почему такой нечеловеческий ажиотаж вокруг кроссовок? Слушай, а можно я вас чуть-чуть поправлю? Это Adidas Easy Boost 350 Semi Frozen Yellow. Они сейчас еще называются Ебра. Собственно, это все полное название этих кроссовок. Их было не 150, а 8. Но это вообще все меняет, Сироп. Но все равно почему-то безумие происходит. А смотрите, а тут можно предысторию чуть-чуть начать? Конечно. Тут какая штука была? Сначала вышли Adidas Easy Boost Zebra. Это то же самое, что вот вышли сейчас с салатовой, но в черно-белой раскраске. И они примерно в таком же количестве были, ну там что-то около 8 тысяч пар. Вообще worldwide. А потом Adidas и Kanye West неожиданно всех чуть-чуть обманули и сделали самое ужасное, что делают производители кроссовок. Это называется ресток. То есть выпустили второй тираж, ни с кем как бы не посовещавшись и никого как бы... А с кем они должны? Они должны были совещаться с другой стороны. Да. И вот зебры, они так же стоили. Покупали их за 16 тысяч, на выходе можно было их отдать за 90. А тут, когда они сделали ресток этих зебр, понятно, что очень сильно упала стоимость. До того, что некоторые начали делать так называемые кастомы этих зебр. Просто брали салатовый фломастер и там как-то показывали, что вот их можно так покрасить, так раскрасить. А вы скажите, пожалуйста, Роб, на секундочку я вас прерву. Это же, вот это безумие, это же не только вокруг кроссовка Нью-Уэста. Это, в принципе, вокруг кроссовок образовалась какая-то новая субкультура, которая связана вот с такими гигантскими чередями. Я вот видела тоже небольшой репортаж из очереди за кроссовками, которым приложил руку Оксимирон. Тоже тысяча человек, очередь. Такое вот было в последний раз, мне кажется, лет 30 назад в Советском Союзе, нет? Оксимиронские до сих пор можно пойти и купить. Они стоят во всех магазинах Рибок, собственно. За ними была очередь, потому что их можно было купить и сразу у Мирона подписать. Так, в целом, они не очень лимитированы. А ровно вот эти, которые сейчас называются Ебро, они всего вышли в количестве, кто-то посчитал, там около 6 тысяч пар. И, ну смотрите, вы школьник, вам, не знаю, 15 лет, вы в субботу приходите в магазин, покупаете кроссовки 16, выходите, и у вас уже на выходе китайцы, перекупщики, какие-то другие хайбисты готовы сразу же, пятикратно перекупить у вас эти кроссы, только потому что это лимитированная коллекция. Это лимитированная коллекция, это же не открытие и не ноу-хау у Adidas и Kanye West. Это же не только в этом дело. Ну, в смысле, это не ноу-хау, но точно так же две недели назад ЦУМ продавал найковскую коллекцию, которую они делали с основателем оф-вайта Вирджилом Аблоу. Ну, это те самые современные художники и Kanye West, и Вирджил Аблоу, которые приложили свою руку вот к такому современному искусству, которое теперь выпускается в виде кроссовок. А почему именно кроссовок? Почему именно кроссовки стали таким объектом фетиша? Ну, потому что хип-хоп победил все на свете. Ну, собственно, нет поп-культура, она уже вся заполнена хип-хопперами. И в культуре хип-хопа кроссовки изначально были важной составляющей, как те же самые балахоны, шаровары и так далее. Они тоже, ну, как бы кроссовки, они просто больше всего собирают ажиотажа. А всякие худи, штаны, треники и так далее, они тоже выпускаются, они тоже являются частью этой культуры. И за ними очередей, ну, чуть меньше, но за ними тоже стоят огромные очереди. То есть нужно инвестировать в кроссовки с Kanye West? Да нет, наверное. В смысле, ну, они вообще-то, во-первых, некрасивые, а во-вторых, они все-таки из тканей, ниток, не знаю, кожи. Ну, это же все трескается. Наверное, если вы купите, то, может быть, через годика три-четыре, ну, перепродадите вы их за сотню. Но лет через десять, ну, они у вас просто развалятся. Смысл? Вот так совсем ценным. Сначала думаешь, это на века, а потом оно разваливается. Спасибо большое. Это был Сироп Почтерян, коллекционер рэперских кроссовок и ведущий тематического телеграм-канала.